Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечают День славянской письменности и культуры, прославляя создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этот день в концертном зале филармонии состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие ведущие хоровые коллективы столицы Кубани. Каждый год 24 мая настоящий праздник. С чем я вас сердечно с нашим общим праздником и поздравляю. Что такое хорошее самое для каждого человека? Я уверена, это мир во всем мире, в своем родном регионе, крае и, конечно, мир дома. Дорогие христиане, я вам хочу сказать, батюшка, позвольте, Христос Воскресе! Христос Воскресе! Всем вам я желаю мира, добра в ваших домах и в вашем сердце. С праздником! По благословению митрополита Григория в мероприятии принял участие руководитель апархиального отдела религиозного образования, протерей Александр Игнатов. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Это та радость, тот свет, то торжество, которое принесли к нам славяне Кирилл Игнатов. Ведь они не просто веровали в Воскресение из мертвых Иисуса Христа. Они внимательно читали каждое слово, каждую букву. И когда они дочитались до самого важного слова, радуйтесь, христиане, радуйтесь, потому что Христос победил смерть. А святые равноапостольные Кирилл и Мефодий принесли нам книгу, которая открыла нам Христа. Давайте не забывать о них. Ведь это не просто день их памяти, это день, когда культура получила свое просвещение. Просвещение чем? Светом Христового Воскресения. Вот в этом свете мы увидим и настоящую, и будущую свою жизнь. Коллективы и солисты Краснодарской филармонии, а это Краснодарский государственный камерный хор, дети Школы народного искусства имени Захарченко, хоры музыкального колледжа Римского-Корсакова, исполнили народные и любимые разными поколениями слушателей песни. Очень понравился концерт, вот большим впечатлением остались. У нас присутствовали как маленькие дети, так и совсем взрослые, и даже пожилые. Это отличное время, проведенное и в кругу близких, и с пользой для культурного развития, и для наслаждения музыкой и отличным пением. Поцелую я распятие, что народом соцеловано, как участница я могу сказать, что это прекрасное мероприятие, в котором собираются разные поколения, разные жанры, исполнители. Мы готовились, подбирали репертуар. Звезды на тебя глядят, бесконечный пламень полыхает, то огни отечества горят, и высокий путь нам освещают. Свет очистый смотрит на тебя, полыхая вечными огнями, и всплывает китиш, как судьба, отражает древними крестами... Концерт очень красивый, интересное участие детей, взрослых, поколения, разное поколение. Это соединение с Богом. Это... Вот я сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Это поучительный даже, скажу, концерт. Я говорю, у меня голос срывается от волнения, потому что я получила истинное удовольствие. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Завершилось мероприятие совместным исполнением хоровыми коллективами песни «Встань за веру, русская земля». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Культуры и традиции нашей страны и исторической памяти о наших предках и подрастающего поколения.